Тренд-магазин СККС Представляем телефон Anika A16 Что это за телефон Anika A16? Продолжение линейки картфонов нового поколения, которое производит фирма Anika По комплектации. Поддерживает наушники microUSB Напоминает о Samsung комплектации. Идет зарядный кабель Как обычно в Anika он достаточно качественный, плотный кабель Вот что его не сломаешь Положили две пленочки назад и наперед, чтобы было красиво Инструкция на родном языке Родной язык, который станет родным языком скоро похоже во всем мире Это китайский Ну и конечно скрипка от айфона Потому что данный телефон закрывается айфоном Очень маленький удобный телефончик Конечно пачкается руками Легко натирается Существуют также пленки на него Так открывается Он с помощью скрепочки Легким нажатием выскакивает Как видим можно вставить одну карту памяти И можно вставить одну сим-карту То есть расширяется память Включается он нижней кнопкой внизу И много нововведений по сравнению с моделью А9 Ссылочку на ней я поставлю выше Можно посмотреть что такое было А9 Включение внизу как в айфоне Подсветка слабоватая Возможно нужно регулировать Посмотрим Итак телефон русифицирован Текст достаточно мелкий Поддержит такую функцию как Bluetooth дилер Естественно Общие папки Хранилище Проникание в другой смартфон Есть журналы вызовом Здесь ничего Схожо Контакты Опции по контактам Можем посмотреть Состояние памяти 300 контакта Ну плюс сим-карта 450 контакта Ну помним что он может проникать В другой телефон Соответственно Можно смотреть чужие Можно писать смс Телефон цветной И экран сразу скажу Немножко больше Чем был в предыдущих версиях Более увеличен Настройках В настройках телефона Есть у нас Настройки Время Дата Быстрый доступ Существуют Клавиши быстрого доступа Уже хорошо Можно показать Подсветку Но я не вижу функцию Величения подсветки То есть вот стандарт Который есть Вот он и есть Профиля позволяет Настраивать мелодии Из инструментов Есть пидометр Шагомер Ремидер Это напоминальщик Мобил трекер Антилост Это означает Что если вы разрываете Блютуз И начинает кричать Типа противогонка Управление Переключение По дорожкам Календарь То есть В принципе Сигналы И блютуз С таких вот функций Диктофон Радио Ну и все Пожалуй В этом телефоне Есть все По сравнению Из предыдущей модели Сделан гораздо аккуратней Используется Два микрофона Ранее был Один микрофон Здесь два Он меньше размера Телефон Да Еще присутствует Датчик Видите Это заморгалось Вверху Это датчик событий То есть Что-то происходит Телефону Сообщает события С вашим телефоном В этом плане Телефон Тоже более продвинут Ну Скажем Интересная штука По крайней мере Менюм Необычная Смотрится дорого Нету тех Косяков Которые были В А9 С недостатков Опять же Отсутствует Датчик приближения Соответственно Плохо видно Вот клавиатуру Нужно привыкать К такому телефону Это все осталось Немножко Неяркая Клавиатура Подсветка Конечно Клавиатуры Слабоватая Ну а так Вот как новинка Как альтернатива Необычных Нанотелефонов Вот она Есть